разберемся немножко с контроллерами не бывает двух видов это автономные контроллеры и контроллеры с управлением от пк в автономный контроллер чаще всего встречаются с таких вот видов но автономе мне интересны поэтому идем дальше с управлением от пк они подключаются через лпт порт или через ethernet порт есть также вариант с подключением через юсб порт он-то нам и ну плата поддерживает управление четырьмя осями 4 8 можно использовать как slave это нужно потому что по оси y будет использоваться два шаговых двигателя выходная частота обеспечивают минимум ошибок и высокую точность обработки посмотрим юсб интерфейс понятно заявлено что для работы с windows xp windows 7 плата не требует драйверов автоматический поиск 0 хоуминг при поиске нуля автоматическое управление ведомой осью это само собой авто настройка инструмента она же проба аварийная остановка и стоп лимиты обработки это концевые датчики ограничения хода по осям управление шпинделем в режиме шим либо через реле 4 входа с опторазвязкой имеется 12 цифровых входов это отдельная история и и мы коснемся чуть позже 4 выходных канала с опторазвязкой поддержка ручного управления хендвилл ну и высокая надежность само собой кто б сомневался что они и упомянут и кстати вот насчет поддержки ручного управления хендвилл имеет ввиду использование вот такого вот пульта но так как он использоваться не будет он мне не нужен поэтому его подключение я не буду рассматривать рассмотрим содержимое диска который прилагался плате три папки матч 3 софтвей мдк 2 контроллер продукт мануал начнем с первой скрипты для поиска нуля файл с настройками матч 3 мил сам матч версия 263 матч 3 софтвей имеется тоже матч версия 3041 более новый документация к матчу вот тестовые коды файлы лицензии здесь папки plugins файл нас есть плагин rnr motion этот плагин нужно установить и использовать его при работе вторая папка mdk 2 контроллер она содержит в себе программу cnc usb контроллер и принципе инструкции не интересно и третья папка это продукт мануал здесь нет абсолютно ничего что может пригодиться за исключением трех файлов первое это how connect to driver это по сути схема подключения платы вот она инструкция к матчу software installation и инструкция к tb6600 больше на этом диске нету ничего что может пригодиться к сожалению стандартную схему подключения платы которая была на диске я разбил несколько частей первая часть это подключение драйвера шаговых двигателей нас четыре оси x y z а ось y и а это одна ось у них управляющие сигналы минусовые контакты дирк плюс и пол плюс они все соединены вместе управление идет по минусам частотник подключаются на четырьмя проводами частотник подключать следующая схема это непосредственно подключение источника питания к плате и подключение кнопки есток лимитов хоуминга и пробы я немножечко подумал и видоизменил и до вот такого вот вида у меня отсюда пропал z минус то есть у меня нету минусового лимита позе он у меня использоваться не будет у меня будет плюсовой лимит в самом верхнем положении и там же у меня будет jet home потом софт лимитах я поменяю настройки и задам ограничение чтобы она не опускалась до определенного значения кнопка есток понятно для чего нужна z проб тоже понятно в плагине render motion в настройках плагина есть параметр такой pull of это значение на которое это двинется портал после срабатывания датчика что касается хоу-минга если есть подчиненная ось обе оси должны быть оснащены каждый своим датчикам хоуминга в ось y это мастер ось а это слои ось которая первая касается своего датчика хоуминга она перестает двигаться а вторая продолжает двигаться до тех пор пока она не коснется в свою очередь своего концевика И после сработки второго датчика по оси, ось отходит назад на указанное расстояние. И то есть в теории, если где-то был пропуск шагов и портал немного перекосило, то при хоуминге это должно исправляться автоматически. Концевики для хоуминга и для лимитов используются индукционные датчики NPN типа, нормально открытые. На своем контроллере имеется разъем для подключения МПЖ пульта. Здесь у нас имеется 10 контактов. Пульт подключить можно, сложного в этом нет ничего. Но производителям было заявлено, что имеется 12 цифровых входов. Но на плате их имеется только 4. Вопрос, где еще оставшиеся? А оставшиеся входы как раз именно на разъеме для подключения пульта и находятся. Контакт X-Access это вход 5. Контакт Y-Access это вход 6. Z-Access это вход 7. A-Access это вход 8. Контакт X-10 это вход 9. Контакт X-100 это вход 10. Контакт A это вход 11. И контакт B это вход 12. Но здесь же производитель сразу указывает, что входы с 5 по 12 не позволяют подключать датчики лимитов, датчики хоуминга, датчики настройки инструмента, он же проб. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok